Ничто не вечно под луной и копировать это тоже замечательная идея. Сегодня я хочу показать вам замечательную книгу, которая скопирована. Это книга Джессики Хэгги «Искусство войны в иллюстрациях». Книга, которую вы, скорее всего, читали и знаете совершенно в другом формате. Это книга «Искусство войны», «Великого Сунь Цзы», но при этом реализация этой книги в инфографике. Эта книга отличается форматом подачи той информации, которая раньше выглядела не графически, а текстово. Так вот, эта книжка – это замечательное гадание, которое вы открываете в какой-то момент на любой странице. И вы понимаете, что вам подсказывают в вашей менеджерской работе, в вашей предпринимательской работе, в вашем ежедневном процессе, как воевать. Вы можете найти абсолютно любую страницу, и она вас порадует. У меня специально вот здесь лежат закладочки, которые показывают какие-то мои интересные находки, которые хочу с вами поделиться. «Страсти человеческие» Сунь Цзы говорит, на войне полководец получает приказ от государя, набрав войска и стену в силу, он должен добиться слияния равновесия разных составляющих, прежде чем разбивать лагерь. Казалось бы, абстрактная, красивая штука, которая сейчас в нашей жизни никак не касается. Но Джессика Хегги переделывает эту информацию и показывает, как власть, богатство и самолюбие на стыке генерирует страсти человеческие. Вот такие интересные круги, диаграммы, стрелки касаются практически каждого замечания Сунь Цзы, которое вы можете найти в этой книге. Пересохшее горло и потные ладони касаются и войны, и касаются точно так же ситуации у алтаря. Поэтому эта книга не только про войну, эта книга про жизнь в большом городе, эта книга про нахождение интересных инсайтов. Я ее использую, честно, как гадательный камень. Возможность сткнуть пальцем и сказать, интересная мысль, как она сегодня поможет мне в моем ежедневном труде. Если раньше я открывал книгу Сунь Цзы, то сейчас я буду открывать книгу Джессики Хегги, потому что у этого есть более интересное графическое представление. Эту книгу я рекомендую арт-директорам, креативным директорам, людям, которые занимаются дизайном, графикой и ищут источники вдохновения в своей ежедневной деятельности. Но если вы генеральный директор компании, если вы работаете топ-менеджером, купите эту книгу, потому что она позволит вам с радостью относиться к боевым ситуациям в нашей ежедневной деятельности. Если вам понравилась сегодняшняя рецензия, давайте продолжим наше с вами общение. Подпишитесь на мой канал в YouTube, найдите меня в Instagram и давайте добавимся в друзья на Facebook. Ну, а я хочу пожаловать вам не останавливаться на достигнутом. Стримитесь вверх и увидимся в новых рецензиях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...